В Нижегородской области России начали строительство так называемого Сталин-центра. Инициаторы создания музея-диктатора заявляют, что проект поможет патриотическому воспитанию молодежи. Реабилитация Иосифа Сталина в России совпала с заимствованием таких практик, как доносительство, культ личности и тотальная цензура. О том, как Путин ведет Россию к неосталинизму, расскажет Данила Кубза. Дискутировать о том, а так ли плохо был Сталин в России, начали еще в начале прошлого десятилетия. После создания культа предков и публичных сожалений Путина о распаде СССР, возвращение Сталина в пантеон российских героев стало логичным продолжением государственной политики памяти Кремля. Однако после начала полномасштабной войны против Украины Россию буквально накрыла сталиномания. Так, в феврале 2023 года в Волгограде к приезду Владимира Путина открыли бюст первому генсеку СССР. Памятник стал уже вторым в городе. Первую скульптуру вождя установили еще в 2019-м. А предложения вернуть городу название «Сталинград» регулярно звучат из городской же администрации. С похожей идеей выступили и в Новокузнецке. Новокузнецк, как название города само по себе, наверное, оно не то, что не актуально, а оно требует вот такой, наверное, корректировки, да, что это. Несомненно, Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк. Как, например, Ленинск-Кузнецкий. А тем, кто пытается говорить о реальной деятельности Сталина, массовых преступлениях, создании системы ГУЛАГ и организации ряда геноцидов, в том числе и Голодомора, просто закрывают рот. Например, крупнейший российский центр защиты прав человека «Мемориал», который исследует политические репрессии в СССР и ведет просветительскую работу. Его еще в 2014 году в России признали иноагентом, а в марте 22-го ликвидировали юрлицо. Теперь же в результате доносов большие сроки грозят непосредственно правозащитникам. Так, главу мемориала Олега Орлова обвиняют в реабилитации нацизма. За это мужчине грозит пять лет лишения свободы. В нынешних условиях оправдательного приговора быть не может никак. Если только что-то кардинальным образом не изменится в режиме, если он не решит поменять свой сугубо репрессивный образ действий и хотя бы создать видимость другого режима. Но пока нет никаких сигналов того, что это может произойти. Все законодательство не соответствует нормам права, в том числе и статья, по которой меня судят. Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в интервью Deutsche Welle. По мнению правозащитников, это в очередной раз доказывает, что в России сформировался автократический режим. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Москва требует от граждан активной поддержки курса. Например, поощряя доносительство. По словам бывших сотрудников КГБ, в России на данный момент насчитывается до 4,5 миллионов доносчиков. Кроме того, Россия занимает 164 место из 180 во всемирном рейтинге свободы слова. В этих условиях Путин старается выстроить себе образ нового вождя, уверены эксперты. Но не имея достижений в настоящем, он опирается на прошлое. И здесь фигура Сталина оказывается как нельзя кстати. На сегодня Сталин фактически ставится рядом с самим Путиным. Следующий этап это опять заигрывание с тематикой царизма. И тут вполне вероятно, что нас это ждет. Но эпоха Российской империи и монаршей семьи она не была столько обожатной. Поэтому, конечно же, Сталин сейчас выигрывает. И на сегодняшнем этапе, когда власти необходимо гнать людей на мясо, когда необходимо закручивать гайки внутри, а это не особо удается, то, конечно, Сталин является более привлекательным образом. Чтобы у граждан был доступ к правде и пониманию причин происходящего в России, Центр Мемориал запустил онлайн-проект 30 лет до. В его рамках правозащитники, аналитики и ученые рассматривают основные события и предпосылки, которые привели Россию к авторитарному путинскому режиму. Данила Кобза для телеканала Freedom.